здравствуйте здравствуйте очень рада вас видеть я тоже я тоже рада вас видеть и слышать мне очень интересно участвовать на мой взгляд интересно как психология влияет на здоровье и в том числе название водка отличная тема вообще что прекрасно ну для меня как бы психологическое здоровье на же человек целостный да то есть что тело есть есть психика это не разные вещи это слитно и наша психика очень сильно зависит от тела и тело влияет на психику психика влияет на тело и психологическое состояние влияет на наше тело вы целостные то я думаю ну вот как например как например ну вот вот на мой взгляд да вот как бы сказать то о чем мы знаем все как наше тело влияет на нашу психику да то есть вот скажем там я не знаю у женщин там пмс сразу у нас там настроение меняется так далее так далее стоит не поесть например там несколько часов там сахар упал в крови человек становится раздражительный злой вот и то есть вот это мы знаем хорошо а вот в обратную сторону нам вроде как бы не очень понятно оно есть это влияние но есть и очень сильно знаете часто вот ну вот иногда говорят знаете там типа глаза мои на тебя не смотрели или там ох видеть вас всех не хочу и кажется вот как бы сказать просто слова да есть психологи которые считают что таким образом мы программируем себя на то чтобы действительно что-то не видеть конечно это не работает так примитивным это не работает так но тем не менее бывает что мы действительно не хотим видеть мир вокруг нас и тогда наше зрение ухудшается пример приведу к примеру вот женщина приходит на консультации психологические и говорит мне больно во время наших с вами консультаций мне больно я смотреть на вас не хочу живой реальный пример а вот вот как мне кажется зари как честно делать мне кажется мне кажется просто очень много здесь такого глубокого содержания да то есть ну вот если она ходит приходит психолог голова и говорить смотреть она вас не хочу ли к вам там приходит magnetic смотреть ну ну спрашивай а что тогда пришла и зачем то же пришла и значит что таки из след есть задача но по какой-то причине и возникает вот это нежелание смотреть а не желание смотреть начнеть желание чего-то видеть что-то конкретное может быть человек не хочет видеть свои проблемы, отворачиваться от них. И тогда тоже, кстати, это влияет на время. И вот это вот как бы сказать, не хочу на вас смотреть, не буду, отворачиваюсь, отворачиваюсь, нет, этого нет. Ведь самое простое, это действительно перестать видеть. Это легче. Мы с ней обнаружили, что мы с ней во многом похожи. То есть она видит что-то во мне прежней. Ну вот я рассказываю что-то, да. И вот она не хочу, я не хочу. Вот это вот нет, нет, нет. И ни за что я не приму это для себя. Ну вот, наверное, вот сюда. Мы с ней ушли. То есть она видит в вас то, что не хочет видеть в себе? Да, да. Вот какие-то такие моменты во мне она видит, которые она не хочет видеть в себе. Вот, не хочу, мне неприятно, мне мерзкое. Ну что ж, поделаешь-то. Ну давай уходить от мерзости. Нет, не буду. Мне больно. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Ну вот, кстати, интересно. Такой человек, по идее, но она же, скорее всего, это видит и в других людях, не только в вас. Скорее всего, она видит. Вот, и тогда, соответственно, выводы, да, то есть много чего она не хочет видеть в этом мире. Конечно. Тем более, что девушка очень такая нежная, очень избавованная, насколько я поняла, да, жизнью родителям. И поэтому тут, ну, невозможно. Жизнь слишком сложна для неё. Закроюсь. Закроюсь совсем. Кровопу залезу и буду помстить. Ну, кстати, да, убегание путём вот такого невидения, оно очень распространено. И, например, вот слух, да, пропадает часто людей, которые не хотят слышать критику в свой адрес. Да, то есть не хочу слышать вас. Тоже, да, такое интересное. Потому что глаза, уши, нос – это же способы связаться с этим миром. Как-то воспринять этот мир, услышать, увидеть, почувствовать. И если мы не хотим этот мир воспринимать, то, да, тогда страдают наши органы чувства. Например, этот мир опасен. Пример могу привести из жизни. У меня дедушка начал глохнуть очень резко, когда он ушёл на пенсию. Его начали за это критиковать. Он был хорошим начальником у себя там в цехе, действительно хорошим. Он там рационализатор был, кучу предложений внёс. Его начали критиковать за то, что он ушёл. Вот. Олярий Алексеевич, зачем же вы ушли? Вы могли ещё столько добра сделать. Да ели вы мне все. Но он начал глохнуть. Но, возможно, из-за этого. Ну, там, конечно, ещё физиология есть, безусловно. То есть возраст пожилой. И да, и вот это нежелание слышать нежелание. Так. Ну, интересно. Уже пошло интересно. Так. Ну, вот каким образом, когда это начинается, вот этот вот момент, как уловить, когда у человека психология его, да, вот его восприятие чего-то, нежелание воспринимать что-то, когда оно начинает влиять на здоровье? Как это вот поймать, ловить этот момент? Это может быть в очень раннем возрасте. Это на самом деле очень индивидуально. И я бы сказала, вопрос иногда стоит в том, насколько мы вообще чувствительны к тому, что происходит с нами. То есть вот эта вот возможность слышать вообще своё тело. Мы слышим его, мы себе разрешаем слышать его. Мы разрешаем себе слышать свои эмоции, понимать, что нас тревожит, что мы хотим. Достаточно рано в детстве возникает вот эта вот идея о том, что нам нельзя, например, что-то воспринимать, что-то слышать. Например, ну, как бы родители дают ребёнку понять, что его потребности не важны. И тогда ребёнок перестаёт свои потребности воспринимать. Он перестаёт их слышать. А перестав их слышать, он запирает их в теле. Потому что эмоции же, они никуда не денутся, они всё равно будут. И они будут влиять на него, но через тело. Например, вот когда ребёнок начинает болеть для того, чтобы как-то сообщить о своих потребностях. Это же часто бывает. Или, предположим, вот это тоже замечательная идея. Родители обычно на ребёнка не обращают внимания, а когда он заболевает, ну, они берут больничный, они сидят с ним, занимаются. Папа там апельсины приносит или ещё что-нибудь. Машинку покупает красивее. И для ребёнка тогда болезнь становится способом контактировать с родителями. То есть, на самом деле, это интересно. Заметьте меня, да. Заметьте, обратите внимание. Я есть, пожалуйста. Пожалуйста, славайте меня. Да, да, да. А вот, кстати, тоже, вот если, скажем, проблемы со зрением в раннем детстве возникают, это же такой вот, наверное, слепой человек, одно из самых таких беспомощных существ получается. То есть, вот это же беспомощность, действительно беспомощность. Человек становится зависим от других. И для него становится невозможным без чужой помощи в этом мире как-то действовать. И тоже, то есть, я бы сказала, зрение может быть связано с симбиозом, например. Это каким образом? Ну, чтобы не выходить из симбиоза, можно ослепнуть. Ага. То есть, тогда вот это... Да, то есть, ну, например, там вот, там живут муж с женой, да, живут... В какой-то момент там муж начинает плохо видеть. Всё хуже, хуже. И зрение теряет. Он становится... Практически он жену привязывает к себе намертво. Куда она от него идет? Ей никуда не деться, потому что он не видит ничего. Ей надо ухаживать за ним. Водить его за руку. В буквальном смысле. То есть, такой вот способ удержать рядом с собой кого-то. Вот по поводу того, что, ну, это не со всеми, конечно, это... С некоторыми только происходят такие моменты, да, я когда-то смотрела какую-то телепередачу, это было очень давно, в советское время ещё, наверное. У нас была маленькая группа, какая-то, какой-то профессор работал с мальчиками слепыми, и он довёл их восприятие там слух, вот буквально там, значит, где-то на уровне подсознания, наверное, да, они ощущали... Их восприятие дошло до такого состояния, что их, в общем-то, невозможно было понять, увидеть, что это слепые люди. То есть они действовали, как обычные нормальные зречи. Вот. Ну, наверное, это было что-то такое, какой-то протест включился. То есть такая экстрасенсорика развилась сильно. Да. А протест в смысле? Ну, я не хочу быть зависимым, я не хочу быть инвалидом полным, я сделаю всё, чтобы начать каким-то образом ориентироваться в пространстве и среди людей. Ну, это логично. Но для меня это логично. Если у тебя проблемы со зрением, ты ищешь способы как-то в этом мире жить. Ведь не всегда же потеря зрения – это психосоматика. Бывают люди, которые рождаются слепыми. Я бы сказала, здесь такой интересный момент. И потеря зрения может быть частичной, может быть полной. То есть тут всё такие, как бы надо разбираться, смотреть. И я не думаю, что любая потеря зрения является психосоматикой. Ну, не бывает. Вот. Я даже думаю, не половина. Я думаю, психосоматики всё-таки, наверное, меньше. Хотя, хотя я не знаю. Вам видимо как-то. Ну, нет, наверное, не меньше. Не меньше? Бывают травмы, бывают отравления, бывают после ковида ухудшения зрения. Ну, это серьёзные такие моменты, да. Но психосоматики, ну, не меньше. Однозначно. Ну, то есть всё-таки это большой процент. Ну, да. Интересно, что, как бы сказать, есть разные же вещи, чего люди не хотят видеть. Кто-то не хочет видеть, например, зависимых своих отношений. Кто-то не хочет видеть проблем там в семье, например, с ребёнком. Ну, то есть, действительно, есть вещи, которые мы символически не хотим видеть. И если человек при этом ещё имеет вот эту вот склонность к психосоматическому развитию, тогда действительно может происходить потеря зрения или ухудшение, очень сильное ухудшение. А чем обусловлена вот эта склонность к развитию психосоматических проблем? Почему у кого-то есть, у кого-то нет? В этом смысле. Ну, вот, как я уже, во-первых, сказал, вот эта вот идея, что мы эмоции запираем в своём теле, не позволяем им проявляться. То есть, тогда эмоции проявляются через тело, у них нет других вариантов. Они действительно работают через тело. Есть, конечно, вот так называемый истерический синдром, когда действительно возникают какие-то удивительные вообще проявления. И вот тогда вот эти слова как раз могут быть такими давящими, да, то есть, например, я тебя не перевариваю, и сразу гастрит, или там, я не хочу на тебя смотреть, и сразу зрение ухудшается. Но это, это вот то, про что писал Фрейд ещё когда-то, да, это такой вот истерический симптом. И бывает истерическая слепота, она вот, собственно, и возникает, ну, там достаточно такой вот, там определённый тип личности, все-таки вот истерическая слепота, как таковая, это всё-таки не такое, чё ты уверена. Вот, скорее психосоматическое снижение зрения. Человек не слепный, а именно хуже начинает быть. Когда мы запираем эмоции в себе, например, вот я помню, я в юности, у меня был такой, я, наверное, робот, я, наверное, робот. Наверное, мне нельзя там проявлять какие-то свои чувства, как-то ты обычно вот ходи, говори одним и тем же тоном в одной и той же тональности, с одной и той же скоростью, двигайся, двигайся вперёд. Это самое главное. Всё. Наверное, так. Вот оно, да? Психосоматика. Например, да, например. Да, и тогда эмоции, ну, им ничего не остаётся делать, они проявляются через тело. И мы говорим о том, что в теле возникают зажимы определённые, то есть определённые эмоции могут проявляться в определённых телесных зажимах. Ну, соответственно, а где зажимы, там и болезнь, в общем-то, возникает. Ну, китайская медицина вот очень много на это обращает внимание, про то, как энергия циркулирует по нашему телу. И там, вот если брать китайскую медицину, там прямо вот связывают определённые проблемы с определёнными симптомами. То есть, например, там проблема с желчным пузырём это проблема с гневом невыраженным, да, ну и так далее. Так, надо полезть туда, по медицине посмотреть, что с чем связано. Интересно. Там интересно, там действительно очень интересные такие, когда есть вещи, посмотреть, да, как-то, вот эта циркуляция по меридианам энергии, там, определённые точки выхода, они очень хорошо связывают вот эту вот идею циркуляции энергии по телу, застойные явления, где энергия застаивается, где, наоборот, её становится слишком много, и органы, соответственно, страдают в зависимости от, да, и, да, безусловно, там, всё это связано с эмоциональной здоровьем в том числе. Кстати, в начале века, 20-го в начале века, где-то в 20-е годы, по-моему, у нас была экспедиция в Китай с нашими академиками, врачами, которые изучали китайскую медицину, и когда они вернулись оттуда, они сказали, что, ну, китайская медицина это отличная альтернатива медицине обычной, в том смысле, что в стране, где обычная медицина как бы материально не может развиться каким-то предметом, чем в стране, где нет антибиотиков, китайская медицина отличная замена. Замена обычной. Почему же она у нас не развилась так активно, как хотелось бы? Потому что у нас традиционная медицина неплохо работает. Ну, если на то пошло, у всех же народов есть свои какие-то медицинские знания. Ну, вот, например, у русских, да, лечение травами, например, вообще распространено. Так, а китайская вот эта вот энергетика, да, лечение энергии? Ну, фактически, там, точечные массажи, да, иглу, калывание, все вот эти вот. Там интересно, то есть воздействие на определенные зоны тела. А вот сейчас очень модно новая немецкая, новая германская медицина. Это какая? Я, честно говоря, не в курсе. Скорее всего... Просто традиционная, доказательная? Скорее всего, это НЛП практики. НЛП? А почему германская? Ну, вот так называется. Просто мне попасть дважды к человеку, который занимается новой германской медициной, ну, это так вот, такое название. Вот. И у него как раз НЛП практики. И вот он своими практиками, да, он заставляет людей поверить в то, что они могут, они умеют, и только вот НЛП у него и идет. И... Ну, я к НЛП нормально отношусь, в общем-то, НЛП, вполне себе рабочая техника. Честно говоря, я никогда не слышала, чтобы применяли для здоровья. Почему нет? Может быть, действительно, это возможно. Есть успехи. То есть, я вот читала отзывы, там говорят, что да, там печень, почки, сердце, и, ну, про рениты я вообще не говорю. То есть, вот, пожалуйста, потрясающе. Мы работаем с психикой, можно же сказать, в таком случае, правильно? Ну, НЛП вообще, это нейролингвистическое программирование, да, там техники направленные именно на каком-то смысле работу с нашими установками, да, с нашими информационными идеями какими-то, там хорошие техники есть, очень любопытные. Ну, вот как все-таки оно срабатывает? Вот как оно срабатывает? Как оно срабатывает? Хорошо, да, задал человек какой-то редактор. Объяснил и рассказал, вот у тебя, там, например, вот как у него, да, это твои родовые программы работают. Давай посмотрим, давай соберем всех твоих предков. вот закрой глаза, вот все твои предки собрались, они стоят под твоим родовым деревом, они смотрят на тебя, вот, и они задали тебе вот такую программу, давай будем ее менять. Вот как это работает? Вот объясните. Понятия не имею, честное слово. Я никогда не работала, я могу, конечно, пофантазировать на эту тему, но как оно работает, честно говоря, я не знаю. Вот, я не думаю, что нейролингвистическое программирование работает таким образом, хотя, конечно, там было, там было вот так, именно собрались. То есть, это работа с родовым сценарием, да? Да. На самом деле, есть техники, есть техники работы с родовым сценарием, когда мы там отдаем что-то нашему нашему прошлому, там говорим, это не мое, отдаю автору с благодарностью. Есть такие направления, которые так работают. Если человек достаточно внушаем, и как бы у него есть вот эта вот склонность следовать за идеями подобными, то, в общем, может и сработать. Ну, как самовнушение, да? То есть, вот эта вот идея о том, что да, это не моя болезнь, это болезнь, которая досталась мне от прабабушки, я могу ей ее вернуть и тогда почувствовать облегчение. Но вы знаете, вот откровенно говоря, для меня это звучит немножко эзотерически. Я, вот, как бы сказать, не рискую об этом выносить какие-то суждения, потому что, на мой взгляд, вот это все доказать очень сложно. То есть, скажем, я в этом плане даже к гипнозу отношусь значительно с большим доверием, когда человек в гипнотическом состоянии могут давать установки о том, что он видит лучше и так далее, и так далее. Вот, кстати, вот с внушениями, с медитациями, у Нарбекова интересные методики по установлению внедрения, и там действительно, но они, они на это и направлены. Да. У Анна, у него интересные есть моменты, очень важные. Я, например, изучала его методы, там прикольно, да, действительно, очень добр. Но, вот, кстати, на мой взгляд, очень много в здоровье есть то, что называется самодисциплина. То есть, не так важно, чем мы болеем, как важно, как мы это компенсируем. И вот здесь лично я сталкиваюсь вот как раз с тем поле, которым занимаюсь я. Когда человек знает, что ему надо делать, вот, например, со зрением, надо делать какие-то, такие-то упражнения. Надо там заниматься, там столько-то времени в день, да, и человек этого не делает. Он знает, что надо, но не делает. Или там вот у человека болит спина, да, он знает, надо заниматься растяжкой, надо заниматься там всем, всем пятым, десятым. Мне некогда. и вот тут сразу вопрос такой. Если у тебя нет времени на то, чтобы привести своё тело в нормальное состояние, это что ж такое? На что у тебя тогда время есть? Если ты не хочешь делать эти упражнения, чтобы восстановить своё зрение, ты сам не хочешь, говоришь, нет, нет, мне некогда, ой, я не могу потратить полчаса в день, что вы, это очень сложно. А на что ты готов тратить время тогда? Это, знаете, вот есть такая шутка, я не знаю, анекдоты или притчи, или стоит мужик и как бы рубит дерево, ему подходит и говорит, ты знаешь, у тебя топор тупой, тебе надо топор наточить, когда ты быстрее будешь рубить. Он говорит, мне некогда, мне надо рубить. Да-да-да. То есть это же вот оно, оно. Ну, некогда, да. Ну, это примерно самое. И вот, это же сопротивление. Это же сопротивление. Если есть сопротивление, сразу встает вопрос, а зачем тебе эта болезнь тогда? Ответь тебе на вопрос, почему ты не хочешь от этой болезни избавляться? Зачем она тебе нужна? Есть вторичная выгода. И вот здесь как раз, да, психология. Тут она уже по полной программе. Это примерно как, если бы прийти к врачу, заболели, пришли к врачу, врач прописал таблетки или какие-то мази, что-то такое. Пришли, купили в аптеке эти мази, эти таблетки, принесли домой. Ну, я же купила все. Я же купила таблетки. Пусть лежат. Да, 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 да. Это, знаете, есть же игра такая известная, ну, психология, я имею в виду, транзактном анализе, игра называется «Вы великолепный профессор». Откуда она получила свое название, эта игра? Да, игра. Что будто бы какой-то профессор приезжал, значит, в какой-то там город, я не помню, по-моему, в Берлин или куда-то там, крестьянка какая-то из какой-то деревни там пыталась пробиться к нему на прием. Она там прям вот-вот там пешком пришла из этой деревни, стояла огромную очередь, не попала к этому профессору. Потом в какой-то момент поймала его на улице, там, умоляла ей помочь, описала свои симптомы. Он говорит, «Вы понимаете, мне некогда. Ну, пожалуйста, доктор, я вас умоляю». Он говорит, «Ну ладно, хорошо, я вам выпишу рецепт». Он ей выписал рецепт, отдал ей, она там просто от счастья не знала, куда деваться. Вот. И спустя какое-то время он опять оказывается в Берлине и опять встречает эту крестьянку и говорит, «Ну как, вам стало лучше?» Она говорит, «Да, да, мне так стало, вы меня практически спасли». Он говорит, «Так вы купили это лекарство?» «Какое лекарство?» Она повесила в рамку на стене этот рецепт. Ну, до этого достаточно. Да, конечно. Вот. Вы великолепный профессор. А он и сделать-то ничего не сделал. Нет, он ей так помог. Она всем рассказывает. Она говорит, «Я всем рассказываю, какой вы цветила медицины». Да, все, помогли. Ну, вот примерно так же. Да. Ну, а хорошо. А может ли человек, например, как-то растворять вот это вот, где же у меня моя вторичная выгода? Почему же я там заболел, захворал? Что со мной такое... Как? Да? Как? Как сам... Ну, прямо себе задаёшь вопрос. А почему я не делаю эти упражнения? А почему я не могу выделить эти полчаса в день? Что мне мешает? Зачем мне эта болезнь? Почему я не могу делать эти упражнения для глаз? Почему кто-то может, а я не могу? Почему мне не собраться? Почему я забываю? Конечно, я говорю о том, что вот задать себе вопрос. Звучит просто, да? Не всегда легко это сделать. На самом деле, не всегда легко понять этот ответ. Не всегда легко этот вопрос задать. Ну, собственно, тут вот психолог-то и помогает. Вот тут мы и работаем. А бывает ли больно? Вот опять же, возвращаясь к этому. Бывает ли больно человеку, когда он понимает, что вот, оказывается, какой кошмар? Больно, конечно. И иногда эта боль как раз и не пускает туда. Потому что, когда ты осознаешь, что на самом деле ты не хочешь видеть, да, в своей семье проблем, поэтому ты предпочитаешь, что это будет больно, это не будет приятно. То есть это не мёд на губах постоянно, правда же? Нет. Нет, нет. И более того, работа с психологом вообще откровенно говорит не удовольствие. Это вообще ни разу не удовольствие, потому что мы действительно копаемся в том, что человек, в общем-то, не хочет осознавать. Что человек хочет забыть, о чём он думать не хочет. Это неприятная работа. Это очень часто люди через боль идут, через слёзы. Я бы сказала так, не стоит идти к психологу, если вы рассчитываете получить лёгкое облегчение, там быстрое решение своих проблем. Совершенно бессмысленно. Ну, как бы идёшь, если уже припёрла. Потому что работа будет необязательно приятной. Или вероятнее всё, что нет приятной. Помню, у меня был момент, когда я начала ходить к психологу, ну, тогда психолог-аналитик, и вот я вышла из кабинета, я поняла, что мне нужно ходить, мне нужно идти. Я тогда чуть не попала под машину. Какие там, господи, какие там светофоры, а чё он там? Я просто напрямик прямо чуть ли не по дороге пошла. И, в общем-то, потерялась в своих размышлениях, в своих осознаниях. Был такой момент. Вот, так что, да, было очень трудно, очень тяжело. И... Да. Жеватель. Да. Как же с этим справляться? Если это тяжко, если это трудно, как с этим справляться? Простому человеку как справиться с такой тяжестью, с такой трудностью, с этими страданиями внутренними? Ну, я считаю, что мотивация, всё определяет мотивацию. Если человек знает, чего он хочет, если он понимает, что ему, ну, надоело жить так, он хочет изменить свою жизнь, он хочет быть здоровым, он хочет увидеть мир вокруг себя, я не знаю, смотря что, да? Если ты понимаешь, зачем ты это делаешь, тогда ты найдёшь себе силы и сделаешь. Если же ты просто думаешь, ой, а не сделает ли мне вот это? Ничего не получится. То есть тут действительно надо понимать, зачем ты это всё творишь. Для чего? Мотивацию можно ли усилить? Что-то сделать? Ну, вот, например, да, что я хочу увидеть? Надо просто брать, вот что я сейчас, да, что вот сейчас, что моя жизнь сейчас, а что будет, когда я этого достигну. И вот тут надо себя, да, себя надо замотивировать, там, я не знаю, ну, вот, например, самое примитивное, да, английский язык учить, господи, учить язык, это же, ну, это же занудно, это же так тяжело. Но, а может быть, это мне даст возможность общаться с какими-то интересными людьми. Или я поеду отдыхать и смогу там разговаривать. Или я смогу прочитать книжки. Ну, то есть, каждый же себя знает, да, что мне интересно, чем я могу зацепить себя, чем я могу себя соблазнить на этот тяжёлый путь. То есть в данном случае, да, мы вот как соблазняем себя. Хорошо. Ладно. Ну что, на этом, наверное, мы сегодня, как вы думаете, остановимся? Да, наверное, да? Людмила, спасибо за беседу. Спасибо огромное вам за беседу. Очень много интересного. Очень много. Спасибо, что вы меня пригласили. Мне было интересно. Дай бог не последний раз. Да. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Спасибо.